Друзья, всем добрый день! Ну что, артисты артистами, иногенты иногентами, это все понятно. Здесь, так сказать, в этом направлении мы работаем, и есть, так сказать, положительные результаты. Сегодня мы поговорим об этом, друзья. Сегодня мы дотронем тему операции. К нам много поступает обращений от участников ИСПО. Буквально вот на днях мы ездили в военный госпиталит, нам тоже там поступило много обращений. Уже какие-то вещи взято на контроль. Этими вопросами занимаются, так сказать, правоохранительные органы, которые курируют данное направление. Значит, дальше что? Друзья, мы иногда оказываем реальную помощь по борьбе с негодяями, которые вымогают деньги, соеннослужащих, как в этом случае. Мы вам сейчас продемонстрируем одно видео. К нам обратились участники ИСПО, и с них некоторые, так назовем, командиры низшего звена. Вымогали деньги, ну, за всякие там разные решения вопросов. Мы об этом никогда стараемся не говорить, чтобы к себе не привлекать там лишнего внимания. Но в этом случае мы, наверное, расскажем, да, потому что есть уже реальные посадки и есть уголовные дела. Напомню, к нам обратился один военнослужащий, значит, с него вымогали деньги один из, так сказать, младшего, так сказать, состава командования. Есть такой сержант, который якобы за определенную сумму денег мог там решить ряда разных вопросов и вплоть до увольнения из вооруженных сил. То есть он, как бы, создавал людям всякие разные условия и под эти условия, значит, ломогал с них деньги. Мы вам сейчас продемонстрируем, значит, видео. На этом видео произошло задержание данного персонажа. Хотел бы отдельное сказать спасибо сотрудникам контролирующих органов, которые на наше обращение отреагировали мгновенно. Мы приехали, только-только подали заявление, и через два часа этот негодей был задержан. То есть вот так у нас работают наши контролирующие органы, за что я, наша команда, мы хотим отдельное сказать спасибо. И ребята, участники СВО, которые к нам обращались за помощью, потому что они к нам когда пришли, они уже понимали, что, ну, они уже не знали, куда идти, кому идти и вообще кому верить. И вообще есть у нас законы. Ну, я сразу говорю, законы у нас есть, они работают для всех. И самое главное, у нас есть порядочные силовики, которые эти процессы контролируют и которые в эту историю полностью погрузились, вникли, дали правовую оценку. И в течение двух часов данный персонаж был задержан при получении взятки, про которую он вам сейчас сам расскажет на данном видео. Фамилия, имя, отчество? Лазарев Алексей Сергеевич. Дата рождения? 15, 10, 93. А что за дата? Не знаю. Сразу смотрим? Задачу взятки. Камеру. Давай, давай, повторяй. Задачу взятки. За получение. За получение. Сколько взял? Я не знаю, считал, в общем. Сколько обозначал? Ну, давай, давай. 500,000. Сколько? 500,000. Громче. 500,000. За что? За что? За решение вопроса. Какого? Чтобы человек уволен. Какого человека? Меня не помню, Фамилия Андрея зовут. Толкушкина, Андрей Юрьевич. С Долкушкина. С Долкушкина, Андрей Юрьевич. У тебя есть такие полномочия? У меня нет. Должность твоя? Командир отделения. Полностью какой части подразделения? Военной полиции 752. 752 чего? Мотострелкового полка? Да. Какой дивизии? Третьей макостонковой. Армии? 20. Добрый вечер. Добрый вечер. Все, он представился? Да. Фамилия, звание? Сержант Лазарь, Алексей Сергеевич. Громче говори. Сержант Лазарь, Алексей Сергеевич. По какой причине вас задержали, знаете? За взятие взятки. Ну громче говорите. За взятие взятки. Сколько денег вы взяли? Я не считал, ты что помню. Сколько вы просили? 500 тысяч. Сколько вам дали? Не считали еще? Нет, никак нет. За что вы взяли деньги? За решение вопроса. Какого? Ну громче говорите, я вас не слышу. За решение вопроса. Решение вопроса в чем? Чтобы человека уволили. Откуда? Из вооруженных. Вы в состоянии решить этот вопрос? Никак нет. А зачем вы обманываете человека? А? Я не обманываю. А что вы делали? Кому предполагалось отдать часть денежных средств? В дальнейшем. За решение этого вопроса. Я вам перезвоню. Васюра Кирилла Леонидовича. Громче. Васюра Кирилла Леонидовича. Должность его? Начальник штаба. Начальник штаба чего? Нашего полка. Полностью подразделение. Начальник штаба какого подразделения? 752. 752-го мотострелкового полка. Вы лично должны ему были в руки отдать? Передать. Сколько часть денег вам посчиталось с этого? Вся часть. Вся часть? Так точно. Готовы к участию в оперативных экспериментах? Так точно. Что бы потом не было такого, что отказываетесь? Так точно. Ну стоим, ждем сейчас. Посмотрели, друзья? Так вот, я еще раз говорю. Хочу отдельно сказать спасибо тем, кто в этом принимал участие. Это ребята, оперативники, которые принимали в этом во всем активном участие. За что им отдельно хочу сказать спасибо. Потому что, ну, знаете, бывает такое, что люди пишут, 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 и реакции нет. А здесь все было слажено, быстро, оперативно, и даже боль скажу, в данное задержание уезжали руководители. Я считаю, что это большой показатель. Показатель в том, что вникли и вникли в проблему ребят самих участников специальной военной операции, прониклись в эту историю и, соответственно, они понимали, что если сегодня данного гражданина не задержать, военнослужащего, то, соответственно, где-нибудь еще что-нибудь натворит и, грубо говоря, принесет еще кому-нибудь каких-нибудь бед. Данную взятку, как он на видео говорил, он брал для своего, так сказать, руководителя, это начальник штаба. На видео он вам сейчас там рассказал, какой начальник штаба, где он служит, какой части. Есть что и как. Когда люди совершают преступления, они даже прекрасно понимают, что рано или поздно эта лавочка закроется и за ними когда-нибудь придут. Вот как, например, высшим постом я выкладывал у себя, где в Санкт-Петербурге главврач оформляла мертвые души и посмотрите, как она жила, на какую широкую ногу. Миллиард рублей они своровали. Но эта лавочка закрылась и к ним пришли, и к ним пришли домой с обысками. Так и в этом случае, друзья, то, что сегодня творится среди, так сказать, военнослужащих, намного поступает информации, очень много жалоб на всех разных командиров. Сразу говорю, мы эту информацию передаем, куда надо, там ее оценивают объективно и, соответственно, принимается то или иное решение. У нас все немного поступило к нам обращение. Некоторых ребят уже, на самом деле, сегодня допрашивали, даже сегодня там некоторых из них допрашивали, порядок другим делом. Поэтому такие видео я стараюсь здесь не выкладывать. Объясню, почему. Потому что, чтобы не задражать народ, людей. Но, тем не менее, тем не менее, вот в этом случае мне захотелось выложить, потому что к нам обратились ребята, есть такой наш друг, соратник, брат Евгений, крепкое слово, бывший участник. Сегодня он уже, так сказать, военный блогер, назову такого, который помогает ездить на СО, ввозит в гандарную помощь. Ну, скажу так, один из тех, кто не боится говорить правду, думает, как есть. И всегда старается помочь, в них надо разобраться. Кстати, сегодня он выложил ролик по поводу Евгения Поддубного, которому дали Героя России. Я тоже его поддерживаю во всех его словах. Я тоже считаю, Героя России нужно получить заслуженное. У нас много ребят, и вот был сегодня, вернее, на днях в госпитале Бог, я много насмотрелся на ребят. Вот, например, был случай, когда один из военнослужащих, за ним летал дрон. Ну, летал дрон за ним. Потом этот дрон низко опустился к его голове, и он взял этот дрон, ударил головой, хотел его разбить. И, соответственно, дрон взорвался, и взорвался сам военнослужащий. Вот я считаю, что это самый настоящий Героя России. Поэтому, если взять случай подобного его, тут, конечно, два раза случая, и Герою нужно давать заслуженное, честно. Поэтому, Евгения, я тебя полностью поддерживаю. Поэтому, друзья, выводы делать вам. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на мой Кирилл канал. Обязательно подписывайтесь. Ссылка вот здесь. Под первым комментарием будет... Пишите комментарии. И под первым комментарием будет мой Кирилл канал. Обязательно подписывайтесь, потому что, еще раз говорю, Ютуб у нас замедлился и плохо работает. Данное видео я выложу там, и готов с вами подискутировать, друзья, на эту тему. Переходить к Кирилл каналу. Я вас прошу, переходить к Кирилл каналу. Вас здесь 235 тысяч. Я предлагаю хотя бы 1050 ко мне перейти в Тегилл канал. Это будет правильно по одной причине, потому что там я более веду активную социальную сеть. И там я отвечаю и стараюсь каждому ответить. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...